Госсекретарь США Энтони Блинкин объявил о выполнении предвыборных обещаний. Во-первых, уже в ближайшее время американцы смогут выбирать между мужским и женским полом в паспорте. Во-вторых, вот-вот будет введено обозначение третьего гендера X в американских паспортах. Это для интерсекции трансгендеров. Кроме того, введенный в Нью-Йорке закон позволяет в свидетельстве о рождении писать родители вместо традиционных отца и матери. Вот скажите, введение вот таких вот законов, свободы такой, что человек сам выбирает, какого он пола, что он хочет отца и мать назвать родителями, а не папа и мама. Вот это вот, это правильно чисто вот? Здесь есть определенная опасность. Как человек будет менять свое отношение к миру, к жизни, к людям, к обществу, к самому себе и к своим родителям в том числе. Как будут смотреть на него родители и как будет он смотреть на них. Он же не выходит из какой-то машины, появляется, а из родителей. То есть происходит революция его взгляда на мир и взгляда на него мира. Я думаю, что произойдет революция. Я думаю, что это, как обычно, перекосы человечества на данном этапе, которые со временем просто отойдут, забудутся. Этого быть не может. Никто не может отменить мужчину и женщину, и как они зачинают ребенка, и как он развивается. Я бы не советовал им заигрывать с такими основами природы, как родительство, детство, рождение и определение всего этого. То есть, если взять взгляд природы на человечество, то природа это допустить на самом деле не может, как я понимаю, да? Ты можешь пытаться делать все, что угодно, но по мере того, как будешь искажать природные определения, неважно, как они называются. В итоге это приведет к пустоте. Дело в том, что человечество должно уже давно выйти на новые ориентиры, к тому, чтобы быть взаимно связанными, взаимно обязанными, любящими, и в этой своей связи раскрыть свой высший, единственный и единый корень. Мы должны найти на самом деле к чему двигаться. И что тогда произойдет вот со всеми этими проблемами? Они просто не станут нам быть важными. А, то есть, это не станет уже целью жизни? Ну, какая разница, кого и как мы обзываем. Жизнь остается жизнью. Я не понимаю человеческой тупости, кроме одного. Я вижу, природа нас хочет очень серьезно научить, чтобы дать нам хорошую затрещину от того, чтобы мы не думали, что мы умнее ее. То есть, вот такой, такой, я как чувствую, хитрый ход. Природа нас сама направляет вот в этот тупик, да? Да, да, да. Вот и научись. Но получи затрещину. На ошибках мы учимся, но есть ошибки, которые нам очень дорого стоят. Чтобы не вставали вот эти проблемы. Еще раз, если можно скажите. Для этого нам четко надо определить, какое на самом деле должно быть общество, идеальное общество. Ну, фантастическое, в хорошем смысле слова. И какое? Это общество равных, добрых, взаимопомогающих друг другу, людей, которые сообща, вместе работают над тем, чтобы брать от себя, от каждого и от природы, только необходимое для существования. Таким образом, сохраняя себя и окружающий мир. Тогда все эти проблемы будут сами собой решаться? Конечно. Мы не будем прыгать куда-то, я не знаю куда. Ну, вот я имею в виду вот эти вот однополые браки. И это тоже. Не надо. Кто хочет иметь детей, пусть имеет. Кто не хочет, пусть не имеет. Спокойно. Мы в мире пришли к такому состоянию, когда люди просто не знают, что делать с собой. А нам надо просто отдать это все нашей простой природе. И тогда все будет хорошо. То есть жить по природе? Да. Каждый может распоряжаться, как он хочет с собой. Вот это вот, это верно, да? Остальное зависит от воспитания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok